Постепенно до всех начинает доходить, что коронавирус – это часть информационной, экономической, финансовой войны, участниками которой мы стали. Это бесспорно мировая война, захватившая, в отличие от Второй мировой войны, еще больше государств, фактически все государства. Это война, в которой будут жертвы, но, посмотрите, их намного меньше, чем могло бы быть во время настоящей войны, и в этой войне будут победители и побежденные. Эта война будет в том числе информационной, она будет проводиться в основном на полях интернет-сети. Поэтому мы переживаем очень интересный момент передела мира, перехода его в новую фазу. И нужно понимать, что, как после каждой войны, конечно, будут разрушения, причем серьезные, в том числе разрушения государств. Я боюсь, что Россия – это как раз та страна, которая в результате этой коронавойны пострадает больше всего, или это будет одна из, конечно же, стран проигравших. Потому что вступает в эту войну она, конечно, неподготовленной, слабой. То управление правительства, которое сейчас имеет Россия, не способно привести страну к победе. И судьба России, скорее всего, предрешена. Конечно же, не тем, что другие государства начнут ее разорять. Нет, интересно эта война тем, что в данном случае каждая страна будет бороться за себя. А там, как говорится, чья экономика окажется более жизнеспособной. Кто будет способен на следующий старт, на второе дыхание. В связи с этим я хочу вам показать пример, как кардинально отличаются действия Германии и действия России. Как вы помните, в предыдущей, Второй мировой, это были два самых главных соперника. И как вы, конечно, знаете, Россия вышла победителем, а Германия побежденной. Но вот сейчас в этой экономически-финансовой коронавойны действует Германия и действует Россия. Они действуют фактически в противоположных направлениях. И в этом ролике мы разберем, в чем же это самое главное отличие. Для начала послушайте, что заявляет русский экономист Сергей Гуриев о том, как он видит, нужно помогать людям в данный момент вот этого самого кризиса. Если вдруг кто-то не знает, Сергей Гуриев – уникальный российский экономист, который был вынужден покинуть Россию. Ну и как своего рода гений в области экономики, он был тут же принят во Франции и преподает в одном из крупнейших университетов Франции. К нему обращаются за советами сильные мира всего. Это специалист, которого, скажем так, приобрел мир и потеряла Россия. Один из немногих, кто как раз способен писать кризисные программы. Конечно, он бы пригодился России, но России такие специалисты не нужны. В дополнение к поддержке граждан необходимо поддержать и малый бизнес не льготными кредитами, а безвозвратными субсидиями на выплату зарплат и аренды. Я не располагаю данными о расходах малого бизнеса на аренду, но поддержка выплаты зарплаты в размере 20 тысяч рублей в месяц с отменой всех социальных начислений составит 0,3 триллиона рублей в месяц. Гуриев предложил платить всем обладателям МНН по 20 тысяч рублей в месяц в период карантинных ограничений. А в конце прошлой недели депутаты законодательных собраний Москвы и Петербурга потребовали по 25 тысяч на каждого взрослого и по 15 тысяч на ребенка. А вот поручение, которое дал Путин на следующий день после того, как призвал правительство к адекватности. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую, безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Это не единственное совпадение. В докладе, например, содержится рекомендация проявлять сдержанность при поддержке крупных предприятий и ориентироваться не на безвозмездную помощь, а на кредиты. И вот Путин поручает правительству разработать для системообразующих предприятий новый кредитный продукт. Льготные кредиты, ставка по которым будет субсидироваться государство. Чего еще ждать от Путина и правительства, мы поговорили с одним из авторов доклада, профессором Высшей школы экономики и главой наблюдательного совета Московской биржи Олегом Югием. Там из реальной помощи, такой чисто финансовый, кэш, 500 миллиардов, из них 80 миллиардов для малого бизнеса. Это десятая доля процента ВВП. То, что говорил Гуриев, он как раз говорил противоположно. Он говорил, что достаточно большие суммы нужно выделить именно в виде помощи населению и малым предприятиям. Акцент в этом пакете сделан все равно на крупные предприятия, системообразующие. То есть это такой же подход, который был в 2008 году, когда спасали российскую экономику. Там тоже были льготные кредиты, гарантии, и все это касалось крупных предприятий. В принципе, карантин объявлен, людям не дают возможность работать по причинам карантина. Ну и как бы, да, они теряют источники дохода. Ну, как-то, я не знаю, есть два варианта. Можно сказать, ребята, ну, терпите там, вы же как-то жили раньше, ну, сейчас у вас нет дохода, ищите, как вы этот доход можете сейчас восстановить и побегаете где-то. Хотя бегать тоже особо не разрешают. А потом же, главное, чтобы не умерли, а не умрут, а потом все равно к этому бизнесу вернуться. А есть подход такой, я бы сказал, европейский, Европейского Союза, когда все-таки есть такая концепция, что и социальные точки зрения людям надо помогать в трудной ситуации. Немецкий подход, ну, просто он наиболее яркий. Сразу выдать деньги, а потом на этапе подачи декларации по Федеральную налоговую службу, ФРГ, естественно, вот будет проверяться, ребята, если у вас был доход, а вы взяли эту помощь, потому что эту помощь все-таки надо было заявление написать, то, извините, верните эти деньги. Или вы взяли эту помощь, а бизнес не сохранили, его закрыли, людей уволили. Верните эти деньги, вплоть до уголовной ответственности. А у нас сделали наоборот. Если вы к 18 мая выжите, сумеете выжить, то тогда вам дадут по 12 тысяч на нас, значит, за апрель или за май. Несколькими роликами тому назад я рассказывал вам, как российский предприниматель российского происхождения, живущий в Германии, это гид по Берлину, получил одноразовую помощь в размере 6 или 9 тысяч на это сложное время. Получил он ее, будучи даже гражданином России. Просто вот так случилось, что в это время он работает на территории Германии. Если вы вдруг не видели, пройдите, посмотрите. Это касалось частных предпринимателей, мелких предпринимателей, предпринимателей-одиночек и так далее. А что делает немецкое государство в отношении рабочих, то есть тех, кто сейчас вынуждены сидеть дома, потому что государство так решило. Сейчас я все расскажу, давайте посмотрим, как это выглядит. В данном случае вот эта страница, Bundesagentur für Arbeit, ну все, кто живут в Германии, знают, это общая биржа труда, скажем так, для Германии. И теперь все, кто находится сейчас временно без работы, им достаточно пройти на эту страницу. Как вы видите, здесь уже специально на самой первой странице крупно написано, что это изменения связаны с коронапандемией. Вот здесь вы это видите. И Grundsicherung, это значит базовая безопасность. Так приблизительно по смыслу можно перевести. И вот здесь документ, вот это Erklerungs Video, это видео для того, чтобы каждый человек, даже у которого совсем проблемы с пониманием, как заполнять документы, каждый человек мог заполнить свой облегченный антракт. Вот давайте посмотрим, какое видео сделали немцы для, ну я не побоюсь слова сказать, совсем глупых. Да, тут пример, семья, значит, папа, мама и ребенок, у них проблемы во время пандемии и какой антракт нужно ставить и как нужно действовать. Давайте просто коротко посмотрим. Объяснительное видео, говорящие о том, что у вас займет заполнение этого антрака не больше, там, полчаса. Планен Sie für das Ausфüllen genügend Zeit ein. Das hilft, um Stress vorzubeugen. Die Ausфüllhinweise und dieses Video sollten die Arbeit zudem erleichtern. Зunächst muss der Hauptantrag ausgefüllt werden. Je nach Lebensumständen kommen dann auch noch Anlagen hinzu, aber dazu an anderer Stelle mehr. Familie Müller muss immer nur den linken Teil des Antrags ausfüllen. Die rechte Spalte ist für Anmerkungen des Jobcenters reserviert. Hans Müller greift beherzt zum Werkzeug und macht sich über den Antrag her. Bevor Herr Müller die ersten Fragen ausfüllt, liest er sich aufmerksam die Datenschutzhinweise durch. Die ersten Fragen sind schnell beantwortet. Anrede, Vorname, Familienname, gegebenenfalls den Geburtsnamen, den Geburtsort, das Geburtsdatum, das Geburtsland und die Staatsangehörigkeit von Hans. Denn er stellt den Antrag. Anrede, Vorname, jetzt sagt sie, dass sie sagen, dass sie einen Namen sagen müssen, und sie sagen, was es für ein Name ist. Das Name ist, was ein Name ist mit dem Fonds. Warum es bedeutet, wer es bedeutet, und wo, in dem, was man findet den Namen, um den Namen zu finden. Und dann geht es um den Namen. Und dann geht es um den Namen. Das heißt, jede Reihe zeigt, für alle Menschen in Deutschland, was und wie man muss das Geburtsdatum machen. Нужно сказать, что это видео сделали на трех языках – немецком, английском и арабском. Да, это для тех, кто очень сильно переживает по поводу жизни беженцев в Германии. Как видите, Германия поддерживает тех людей, кто живет на этой территории, кому все-таки дали убежище, и они пользуются теми же самыми правами, что и все остальные. Вот здесь указывается, какую дату нужно указать, как лучше это сделать для того, чтобы получить в данном случае абсофорт, то есть сразу же, как только будут обработаны бумаги. Вот первый листок уже заполнен. Радостный смайлик, что это за него не больше 10 минут. Абсолютно не страшно, не так, как у зубного врача. И дальше говорится о том, что листов всего шесть, и если у вас будут возникать вопросы вот в этих пунктах, нажимайте на информацию и получайте по каждому пункту объяснение, что и где нужно вписать. Вот так выглядит это дальше, то есть каждый следующий лист вы можете пройти и посмотреть, и увеличить, сделать ближе, дальше и так далее, отпечатать. А теперь еще один момент я хотел бы вам показать, важный, как мне кажется, момент с 1-го 3-го по 30-е 6-го. И вот это название F.A. это Vereinfachte Antrag, то есть облегченный антрак, который заполнить очень легко. Вот эти зеленые, как вы видите, это подсказки, объяснения, если кому-то что-то непонятно, в конце человек ставит дату и свою роспись, где он проживает. Теперь эти шесть листочков, которые нужно отпечатать, он отправляет по адресу, который, опять же, указывается по месту жительства. И дальше пишется, что в течение нескольких дней происходит обработка этих документов, и человек получит деньги. Вот какие деньги подразумеваются. 432 евро на каждого взрослого. Затем, если есть дети, это от 250 до 354 на каждого ребенка. Это имеется в виду до 15 лет и старше 15 лет. Дальше. Вот это очень важная надпись. Здесь говорится, кроме прочего, коммунальные услуги, в том числе плата за квартиру и отопление, коммунальные услуги, это вода, электричество и так далее, будут покрыты государством. Но для этого нужно заполнить еще дополнительные бумаги. Ну и здесь вот говорится, что приблизительно, они сами предполагают, что это будет время занимать с 31-го 3-го по 38-го. Я думаю, что это важная информация, потому что в этом случае дается четкое понимание, что раньше конца лета, скорее всего, эта история не закончится. Ну, по крайней мере, не закончится для Германии, как мне кажется. А что же предпринимает Владимир Путин? Владимир Путин предпринимает совершенно противоположные шаги. То есть, если Гуриев говорит о том, что действовать нужно, по примеру, европейцев и помогать простым гражданам, а это значит потребителям и малому и среднему бизнесу, на плечах которых возможен выход из кризиса, то Путин по обычной своей привычке, по обычному своему скудаумию помогает крупным концернам, государственным предприятиям, то есть монополистам, которые и так прекрасно переживают любой кризис, потому что у них и так денег много. Но вот для того, чтобы его персональные друзья не понесли вообще никаких материальных потерь, им они обещают помощь от государства. А что происходит с обычными людьми? Как чувствуют себя частные предприниматели сейчас в России? Как они себя сейчас чувствуют? И есть ли у них ощущение государства? Знаете, я потерял работу. Вот официальный документ, что у меня нет работы. На еду будет у меня через месяц? Я не знаю. Я бы сказала, что ситуация патовая. Просто патовая. Еще в конце марта Национальная ассоциация коллекторских агентств НАПКО сообщала, что россияне стали массово обращаться в банки. Якобы из-за пандемии они не могут платить по кредитам. Кто-то потерял работу, кому-то снизили зарплату, кто-то заболел. Но НАПКО в это не верила и говорила, что все это отговорки. И только единицы должников могут документально подтвердить, что их доход пострадал от коронавируса. Позже, 3 апреля, Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса. К этому времени отсрочку у банков попросили уже больше 27 тысяч россиян. Среди них Сергей Бочкарев. Он потерял работу, встал на биржу труда, дважды просил у Альфа-банка оформить ему каникулы или реструктуризацию потребительского кредита и дважды получил отказ. В итоге я нахожу в интернете новости от Альфа-банка, где они говорят, что кредитные каникулы, это то-то, то-то, то-то и вот такие-то условия. То есть я под эти условия попадаю. Я опять набираю в банк и прошу предоставить мне эти кредитные каникулы. Я попадаю под эти условия. На что они мне говорят, мы не можем тебе предоставить кредитные каникулы. Вот если тебе банк сам предложит это, тогда можно написать заявление. Кому давать, а кому не давать кредитные каникулы, банки решают в индивидуальном порядке. Причину отказа, как правило, они не объясняют, а за долги спрашивают строго. Татьяна Андреева, например, потеряла работу и не смогла вовремя вернуть Альфайзенбанку часть ежемесячного платежа за март. 1 401 рубль. Банк мне устроил совершенно жуткую травлю. В течение недели меня засыпали СМС-сообщениями каждый день с интервалом около 20-15 иногда минут. Я несколько раз звонила в банк, объясняла, что у меня реально сейчас нет денег на счету. Я смогла заплатить долг 1401 рубль, только когда маме заплатили пенсию. После этого Андреева попросила у банка кредитные каникулы. Ей отказали. Взамен предложили реструктуризацию. Я не буду по ней платить. Просто не буду. Потому что я не знаю, сколько времени я буду без работы. И даже если я получу сегодня-завтра работу, да, это не означает, что мне через неделю заплатят зарплату. У меня сейчас реально встала проблема. Вот что мне сделать? Мне заплатить этот кредит? Или мне какое-то время на эти 19 тысяч очень скромно кормить свою семью? В аналогичной ситуации оказалась индивидуальный предприниматель Ксения Белавина. Сейчас ее бизнес, прокат роботов и машин для детей в торговом центре, не работает. Белавина должна денег арендодателю, своим сотрудникам и Сбербанку за ипотеку. Она просила предоставить ей ипотечные каникулы или реструктуризацию. Но банк отказал. Мне сказали, что поскольку я индивидуальный предприниматель, на каникулы я предоставать не могу, поскольку я не могу предоставить пакет документов, которые необходимы. Когда я просрочила платеж 25 марта, мне начали звонить роботы из Сбербанка, угрожать, что если вы не оплатите сегодня задолженность за месяц, то завтра вы должны будете оплатить всю стоимость своего кредита, 4,5 миллиона, если вы не сделаете этого, послезавтра вас вышло на полосу. Белавиной пришлось занять деньги у друзей. Погасив платеж за марта, она повторно подала заявление на реструктуризацию. Но ей снова отказали. В социальных сетях на страницах банков россияне массово жалуются, что им не одобряют кредитные каникулы и отказывают от реструктуризации займов, даже если они предоставляют все необходимые документы и подходят по требованию для участия в программе. Так в Сбербанке отказали Евгению Уварову. Причем я-то предложил, попросил всего 3 месяца, и даже не то, чтобы не платить. Я сказал, давайте просто снижим платеж в 5 раз, готов я там 3 тысячи платить в месяц. И потом восстановим все прекрасно. Ну вот, тем не менее, по карте кредитные не сразу сказали, что можете даже не рассчитывать. То есть вам платеж вносить придется, несмотря ни на что. Сегодня далеко не все уверены, что в следующем месяце у них будут деньги на еду. Не говоря уже об оплате кредитов, которые есть у каждого второго россиянина. Накануне выпуска нашего сюжета, после трех отказов, Альфа-банк все-таки одобрил кредитные каникулы Сергея Бочкарева. Но для большинства они остаются недоступными. Ты чувствуешь себя не просто обманутым. Каким-то. Не кем-то, не каким-то там злым, плохим человеком, а собственным правительством. Альфа-банк все-таки одобрил кредитные каникулы Сергея Бочкарева. Альфа-банк все-таки одобрил кредитные каникулы Сергея Бочкарева. Продолжение следует...